Нина Журавлёва Обновлённые кабинеты химии, физики, биологии и технологии открылись в Ирбитской школе номер 8 в начале сентября этого года. Новая организация учебного пространства, новое оборудование, позволяющее углубить изучение предмета, возможность организации дополнительных внеурочных занятий по названным дисциплинам. С учётом того, что было сказано, что выпускники этого образовательной организации выбирают на экзамены, на основном государственном экзамене, единый государственный экзамен, такие предметы, как физика, химия, в достаточно большом количестве, это говорит о том, что здесь, в общем-то, созданы все условия. Педагогические кадры, оборудование, всё позволяет детям качественно изучать эти предметы. И, в общем-то, это одна из главных целей. Однако сегодня Нину Викторовну в большей степени интересовала, как сами педагоги оценивают полученную в рамках федеральной программы поддержку. Достаточно ли оборудования и материалов было приобретено во вновь открываемый центр. Исправляется ли он со своей задачей? Хотя, безусловно, объективные результаты его работы можно будет оценить лишь в конце учебного года. У нас ребята-выпускники этого года впервые, которые с 1 по 11 класс обучались по новым федеральным государственным образовательным стандартам. И они будут сдавать ЕГЭ уже по новым контрольно-измерительным материалам. И как ЕГЭ, как внешняя экспертиза, они нам покажут результаты, которые достигли. И можем, в принципе, в июне месяце, в июле, когда получим результаты, посмотреть, оправдана ли была школа по выбору этого обустройства точки роста. Отметим, что точка роста, открытая в восьмой школе, не первый и не последний образовательный центр, созданный на базе городских школ. На очереди – 18-я и 5-я школы Ирбита.